Девушки отдыхают Главный арбитр в ринге Елена Емельянова Добрый вечер. Официальный брак – символ серьезных отношений или устаревшая традиция? Поход в ЗАГС дает уверенность или убивает любовь? Нужно ли вообще узаканивать свои отношения перед Богом или государством? Сегодня у нас в студии сторонники и противники официального брака. Кто победит на информационном ринге, начнем спорить прямо сейчас. И все будет жестко. В красном углу ринга сторонники официального брака. Ольга Войновская, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии КПУ имени Вернадского. Максим Сорочинский, правозащитник. Владимир Кашлюк, протерей, руководитель семейного отдела Симферопольской и Крымской епархии. В синем углу ринга противники официального брака. Олеся Червяковская, ассистент кафедры глубинной психологии и психиатрии КПУ имени Вернадского. Владимир Шевченко, любвиолог. Алексей Молот, спортсмен, убежденный холостяк. Первый раунд. Бой с тенью. Правила первого раунда. Задача участников двух команд, отвечая на мой вопрос, максимально коротко и ясно разъяснить свою позицию по теме. На это каждому из вас дается ровно 30 секунд. Споры не вступать. Для этого будет отдельный раунд. В ринге запрещено использовать нецензурную лексику и физический контакт. Все, что не запрещено, разрешено. Но я не советую вам отклоняться от темы, нарушать регламент и без причины переходить на личности. За ходом поединка будут следить я и судейская коллегия. Фаина Дерменджи разбирается в мужчинах пятый раз замужем. Антон Мельников, системный администратор, считает, что хорошее дело браком не назовут. Редактор телеканала Крым-24 Дмитрий Михайлов. Все нарушения учитываются при вынесении итогового решения. Вы готовы? Итак, мы начинаем. В ринге все решения принимаю я. Кому выступать первым? Сегодня начнут сторонники официального брака. У каждого из вашей команды есть 30 секунд, чтобы ответить на мой следующий вопрос. Как штамп в паспорте или венчание влияют на крепость чувств? Без них вы бы что? Разлюбили своего избранника? Таинство венчания – это средство вспомоществующее для того, чтобы брак был крепким, счастливым, благополучным. Это средство, при котором мы получаем Божие благословение. Средство? Средство церковное. При котором мы получаем Божие благословение на счастливый брак. Спасибо. Штамп в паспорте повышает осознанность людей, находящихся в отношениях. Можно его условно назвать гарантийным талоном. Аренды? Нет, просто гарантийным талоном того, что будут защищены эти отношения и намерения людей, которые были до того, как они вступили в брак. Ну, семья – это вообще базовая ценность, на котором общество базируется. И, наверное, эволюция человечества основывалась на семье. Поэтому и говорить, что только чувство является центром семьи – этого мало. Там есть гораздо больше критериев, по каким бы эта семья будет называться семьей. И поэтому, конечно, официальная роспись, печать имеет большое значение. Спасибо. Вопрос в вашей команде. У каждого из вас также есть 30 секунд. Официальное отношение – это ответственность не только за себя, но и за своего партнера, и за своих будущих детей. А вы прячетесь от ЗАГСа из-за инфантильности или все же эгоизма? За счет эгоизма только человек молодеет, развивается, вкладывает в себя. И думаю, что он после этого только развивается и может больше себе позволить, нежели в браке. Я думаю, что ребенку нужен посредник между им и обществом. А когда человек взрослеет, то некоторые люди остаются детьми, и им нужен посредник в виде, допустим, церкви или государства. А есть люди, которые берут ответственность на себя и, в общем-то, не нуждаются в посредниках. Они сами ответственно относятся к себе. И вот примерно так. Основная задача семьи – это чтобы люди были счастливы, любимы, о них заботились, и не были гармоничны. И во всем, в чем они делают. А штамп в паспорте, если взять его и обставить себе все странички штампами, никак не повлияет на это. Как виза прям позвучала. Да. Поэтому здесь вопрос заключается не в штампе, в паспорте, а в осознанности своего выбора и куда, куда мы идем. Спасибо. Итак, время первого раунда истекло. Теперь слово судьям. Антон, скажите, вы считаете, что брак хорошим делом не назовут? Почему? Я считаю, что семья не равняется браку. Семья должна быть на честности, на открытых чувствах, на откровенности. И брак только привносит сумятицу. Вы сами женаты? Нет, я не женат. Теоретика. Хорошо. Фаидна, вы все-таки пятый раз уже в браке. И тем не менее не разочаровались в этом институте. Почему? Наверное, я оптимист по натуре. Ну, конечно, не очень. Я за гражданский брак. Хоть пятый раз замужем. Но не очень убедительна была команда против брака. Почему? Ну, не убедительна. Для меня не убедительна. Что там какие-то переходы, какие-то там посредники. Гражданский брак, это не связывает людей ничто, кроме привязанности друг к другу. И никакой штамм в паспорте, конечно, не заменит отношения. Ну, в любом случае, я, конечно, придерживаюсь теперь, как бы, за гражданский брак. Спасибо. Алексей, вы сейчас откровенно признались, что являетесь эгоистом. Значит, и потомство после себя оставлять не собираетесь? Нет, я не собираюсь оставлять потомство, потому что я не знаю принципа, зачем потомство. Ну, для чего? Мне лично потомство. Не брак, не дети вас не интересуют? Меня не интересуют, не брак, не дети. Я с роботом. Отношусь к этому. Владимир, а вот вы несете на себе крест? Крест чего? Вы сказали о том, что кто-то несет на себе крест. Это не крест. Я имею в виду, что каждый человек имеет свою личную внутреннюю ответственность и сам может без посредников, в общем-то, отвечать за свои поступки, действия и за своего партнера, допустим, в отношениях. Ему не нужен посредник в виде церкви, либо в государство. Он сам отвечает за себя и за того человека, с которым он живет. Хорошо. Вы слышали, судьи, они сказали, что пока что ваши аргументы вашей команды неубедительны. Что будете делать? Попытаемся переубедить. Каким образом? Какими козырями? Диалог. Посмотрим, что предоявит нам следовательно наша противоположная команда и попробуем убедить, что наши аргументы или наш выбор брака ничем не хуже, чем официальный. Спасибо. Отец Владимир, скажите, отношения вне брака – это грех? Получается, перед нами грешники? Что их ждет? С точки зрения христианского вероучения, всякие отношения, которые не зарегистрированы в официальных органах государства под названием ЗАГС, являются блудом. Блуд – это смертный грех, и апостол Павел говорит, что блудники Царства Божия не наследуют. В общем, перспективы не очень у них. Ясно. Максим, ответьте на вопрос. У вас есть какие-то серьезные аргументы? Ты, может быть, надеетесь кого-то конкретного переубедить из соперника? Да, конечно. Хотелось бы, вот, Алексей, обратить внимание, что у эгоистов не рождаются дети. И только благодаря тому, что наши родители были не эгоистами, а все-таки они думали о будущем, мы сейчас получили эти тела, проживаем эту жизнь, имеем возможность стоять в ринге и оппонировать. Хорошо, спасибо. Ольга, разве человек не может быть самодостаточен вне брака? Может, у него психологические проблемы в таком случае? Ну, к счастью или к сожалению, сам институт брака, уже наша психика структурирована так, что нам нужны вот те чувства, которые дает именно брак. Это уважение, теплота, принятие, ну и много других качеств. Скажем так, семья вообще дает психотерапевтическую функцию. Это новая функция, кстати, в науке выделена. Поэтому уже счастливый человек быть по определению без брака не может. Спасибо. Итак, дорогие друзья, в первом раунде раздельным решением судей объявляется ничья 1-1. Второй раунд. Глухая защита. Правила второго раунда. Я задаю вопросы каждому из вас по очереди. Вы отвечаете по времени столько, сколько я посчитаю нужным. Итак, поехали. Ольга, а так или иначе, фейерверк романтики и буря страсти в браке со временем заменяют привычка и обстоятельства. И вместо любовных смс супруги отправляют друг другу в списки продуктов, сколько килограммов картошки купить, или, милая, задержусь на совещании. Так вот, если это неизбежно, зачем запирать себя в эту семейную клетку от радости и свободной жизни? Ну, мы знаем, особенно психологи, которые семейные, знают о том, что... Несемейные не знают? Несемейные, которые индивидуальные, может об этом знать меньше. Сейчас-то, значит, узнают. О том, что любая семья претерпевает определенные кризисы. Ну, да, точно заповедник, который в определенном режиме живет, да? Ну, бывает такая периодизация, там, 5 лет, каждый 5 лет, каждый 7 лет. А сколько любовь живет? Смотри, какая любовь. Настоящая живет любовь вечно. А невротическая очень быстро исчезает. Да, так бывает, не случайно. Да, поэтому вот эта форма официального брака, она может быть сдерживающим фактором, чтобы кризис этот психологический был правильно пройден. Как показывает практика, собственно, это и логично звучит. Кризис в голове? Кризис в голове. Ну, это, в принципе, кризис этой семьи, как вот такого отдельного, собственно... Ну, так почему он уходит, а она остается на кухне дома? Вот в чем проблема здесь? Кто уходит? Он? Муж, да. Муж или жена? Неважно, сейчас давайте, или она, или он. Ну, кто-то все равно сидит на кухне. Значит, сидит на кухне и при этом несчастлив. Потому что есть женщины, которые сидят на кухне и очень при этом счастливы. Поэтому тут нужно смотреть, ну, кто насколько несчастен, кто прав, кто неправ. Конечно, если в семье один человек зрелый, а второй инфантильный, как тут звучала терминология правильно, да, этот брак, собственно, требует определенной коррекции. Если же два инфантильных, это сразу летятся прям сразу. Если два взрослых, зрелых человека, они, конечно, поборются за свои отношения, сходят к психологу. А на каких вы зарабатываете? На инфантильных? Мы на инфантильных, мы помогаем. Но к вам приходят пары, которые на грани развода? Нет, к сожалению, наш труд не всегда достойно оплачивается, поэтому мы пользы приносим обществу больше. Клиентов мало? Клиентов очень много. Скажем так, годахки принимают совершенно больше и ничего не делают. Мы же, психологи, спасаем брак за, так сказать, определенные там суммы. И, ну, если, конечно, мы убежденные, так сказать, приверженцы традиций таких основательных. Поэтому мы не зарабатываем, это неправда, но мы боремся за захоронение семью. Бывает так, что если семья не... мы видим, что она уже, ее бесполезно спасать, мы, к сожалению... Какой срок вы даете, вот, путь спасения маршрут? Ну, примерно, там, хочу за два месяца, чтобы он вернулся. Мы сначала разъясняем, в чем проблема. Я хочу повториться, что если брак спасать уже бесполезно, тогда мы так и говорим, что этого брака... Лучше разойтись, пока нет ипотеки детей? Ну, там, не ипотека детей, бывают хуже моменты. Бывают наркотики, бывает рукоприкладство и все остальное. Игромания, и так дальше. Поэтому ипотека, это не самое страшное, что есть в семье. Как раз таки ипотека, это то, что, в принципе, люди наживают вдвоем для создания гнезда для своих детей. Поэтому в ипотеке ничего плохого не вижу. Самая частая причина разводов? Самая частая в сегодняшнем мире причина разводов, это все-таки незрелость людей. Нет вот той осознанности, о которой здесь говорится, не знаю, что... Что значит осознанность? Осознанность, это когда человек берет на себя не только чувственные вещи в семье, но и ответственность определенную, которая говорит о том, что чувства острые проходят, теперь переходят чувства... То есть, чтобы жить вместе, нужно дорасти, правильно я так понимаю? У вас было когда-нибудь желание развестись? Неоднократно, потому что я тоже живу человек, и у меня есть кризис и брак, но у меня очень счастливый брак. Кто вас спасал? Меня спасали мои психологи. У нас у всех психологов есть свои психологи, психоаналитики. А священники и гадалки, конкуренты вам? Они ведь тоже спасают. А священники нам помощники, потому что, собственно, у нас... То есть вы в тандеме? Мы не в тандеме, но у нас нет серьезных с ними расхождений в плане общих целей. То есть, ну, правда, у них есть идея там вечной жизни, у нас идея психического здоровья. Но путь к вечной жизни и нам психического здоровья, он примерно одинаковый. Вот, поэтому гадалки наши враги, которые нам, в принципе, мешают работать, наше общество невротизирует, они больше приносят вред. А сексологи? А сексологи профессиональные нам помощники. А есть около сексологии... А непрофессиональные? А непрофессиональные бывает вред, чаще всего. То есть... Ну, я имею в виду о некоторой... ну, о научной основе, да? И чаще это больше психиатры, сексологи. А вот люди... Почему, по-вашему, как в той песне, некоторые женятся, а некоторые так все-таки? Я думаю, что это все-таки психологическая причина. И если человеку показать, что стоит за этим, ну, и показать ему, какое удовольствие... В ответственности. Значит, он... вот понимаете, когда идут браки... Просто вовремя не попал к вам? Не к нам, а не осмыслил, а мы бы помогли осмыслить. Сам не осмыслил, сам не почувствовал эту потребность, не почувствовал. А к нам не пришел, чтобы мы раскрыли этот потенциал. Потому что быть главой семьи, это особое удовольствие и самоуважение вокруг этого очень хорошее, как бы, формируется. Поэтому часто человек не понимает, какое, ну, большое, скажем, удовольствие, если мы тут об эгоизме... Мусульманский брак и несколько жен, это нормально? Вы знаете, не берусь... Приклонения? ...осуждать, мы так не думаем. Не думаю. А вы бы готовы стали стать третьей женой, например? Ну, если я была мусульманка, может быть. Я не буду ничего против этого говорить. То есть я знаю счастливые семьи. А ваш муж смотрит наш эфир? Да. Привет ему. Итак, Олеся, вы с Ольгой работаете на одном факультете. Но я так понимаю, что вы отстаиваете совершенно иную позицию сегодня, вы против. Вы как-то поделили рынок между собой, да? Или у вас разные школы психологии? На самом деле абсолютно одинаковая школа. А выгоднее все-таки иметь дело с одинокими неврастениками или неврастеничками, чем... Ну, с неврастеничками точно выгоднее иметь дело, чем с неврастениками. И... Но с неврастениками... Богаче? Или они просто не соображают, сколько тратят? Нет, они просто как бы... Их очень много... Ведомые. Ведомые, их много. Они приходят и, к сожалению, не очень чистые на руку психологи этим пользуются. С неврастениками более интересно работать. А по поводу того, что мы поделили рынок, я здесь не согласна. Абсолютно подписываюсь под каждым словом, что сказала... Переходите. Нет. Тут же чего? Подождите. Я подписываюсь под каждым словом. Все, что она говорила, это действительно есть в нашей науке, признано. Мир меняется. Общество меняется. Жизнь меняется. У нас уже нет незаконно рожденных детей. Все дети законно рождены. Они имеют право на наследство. У нас сейчас есть все. И однополые браки, да. Однополых браков у нас в стране нет. За рубежом есть. Есть разные вещи, с которыми я бы очень долго спорила. В браках, которые есть за рубежом, которые... Вот вообще, в принципе, это официальный брак. Но он... Почему вы за сожительство тогда? Потому что ничего там в паспорте не меняет. Я согласна... Ну, кольцо никого на пальце не остановит точно. Ну, вот. А смысл тогда? Если есть внутренний... То есть брак это удел адвокатов, по-вашему? Да. Удел адвокатов государства. Потому что государство фактически приходит и говорит, а теперь придите и расскажите, с кем, кто спит, в каких позах и как. Потому что мы как-то вас будем защищать. То есть для меня это определенного рода пережиток прошлого. Потому что сейчас есть новые функции. Вы верите в Бога? Да. Я верю в Бога. Вы можете сказать, что вы грешны? Нет. Потому что здесь... Что можете сказать вы? Каждый человек несет в себе поврежденность человеческой природы. Сожительство это блуд? Блуд. Однозначно блуд. Об этом говорит учение церкви. Вы готовы покаяться? Нет. Объясню почему. Потому что когда человек приходит в церковь и кает... Значит, вы не верите в Бога? Я верю. Минуточку. Когда человек приходит в церковь и кается, он выходит из церкви и говорит, я так делать больше не буду никогда. А если он приходит, просто кается и выходит из церкви и делает то же самое, это не покаяние. Я верю в Бога. И я верю, что Бог... Продолжите жить в блуде. Да, гражданским браком. В блуде. Я верю, что Бог меня примет такой, какая я есть. С моими убеждениями. Я не изменяю. Я никого не обижаю своими отношениями. Я люблю человека и нахожусь с этим человеком. Почему это плохо? Ну, послушайте, по мнению церкви, вы живете в блуде, но при этом... Я же говорю, мир меняется. И я думаю, что в каких-то моментах может быть, что государство... Может, просто свадьба, это дорого? Нет. Зачем? Почему дорого? Нет. Просто я думаю, что может быть государство и церкви тоже немножко поменятся. Помимо того, что мир меняется, люди меняются, может быть и такие вот достаточно серьезные структуры тоже будут как-то немножко видоизменяться. И тогда больше людей окажется в церкви. Может, надо как-то изменить церковь, если мир меняется? Ну, зачем мне... Могение церкви, развенчание, процесс нормальный. Ну, я думаю, что мы в третьем раунде еще об этом поговорим, у вас много вопросов. То есть вот как бы есть такие моменты, которые немножко очень сильно поменялись в нашем мире. К вам приходит много женщин, чей жизненный путь сосредоточен вокруг формулы срочно замуж, иначе пропадешь. Да. Очень много. Вы им говорите, девочки, стоите. Я говорю одну вещь. Если вы хотите быть счастливыми, то вам надо понять, кто вы сами есть. Отделить квартиру, как будем потом? Ну, для этого у нас есть замечательные адвокаты, юристы, к которым можно прийти, и этот вопрос изначально, когда квартира покупается, решить, даже если вы находитесь в гражданском браке. И вы потом можете у нашего замечательного Максима... Понимаете, была любовь, цвели сады, а потом ты оказываешься в машине, и все, у тебя нет ничего. Потому что он или она... Хорошо. А в официальном браке такого невозможно сделать? А когда у нас прячут кучу доходов... Там бы хотя бы... Квартиры регистрируются на маму. Квартиры регистрируются на маму, на бабушку, все прячутся. Пожалуйста. У вас был похожий опыт? Нет. Нет. Так у вашего ребенка официально не будет папы по нашим законам. Почему? Я прихожу... Ну, опять-таки... У вас есть какая-то схема, расскажите. Хорошо, рассказываю. Я думаю, что вот Максим более компетит... Папа будет. Папа будет. Ну, папа... Свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении, вы приходите, мама такая-то, папа такой-то. Почему нет? Это же не пережитки Советского Союза, где в Советском Союзе, если женщина не состояла в официальном браке, ставили прочерк или говорили записан со слов... Матери, непригоден. Это уже не так. Почему? Может, по-вашему, разрешить гомосексуальные браки? Нет. Это ведь тоже? Нет, вы против категорически. Я не... Вот смотрите, здесь опять. Все, что происходит за стенами спальни, я поддерживаю. Если это не нарушает законодательство Российской Федерации и не нарушает свободы и личностных границ людей, которые находятся... Вы же про свою говорите? Нет, вы говорите про гомосексуальные браки. Вы уже с ними... Их уже все прошли, я поняла, что вы против. Нет, я же говорю, вот официально я против, чтобы их регистрировали. Как двойные стандарты у вас. Нет, почему? Я ничего не имею против гомосексуалистов, но я не сторонник того, чтобы это популяризировалось. Это выбор каждого человека, и мы должны иметь возможность этот выбор осуществлять. Вот сегодня вы современная независимая женщина. Каким вы видите свое будущее? То есть вы заведете себе десяток кошек или потом сделаете ЭКО? Как вы будете закрывать этот вопрос? А почему я должна заводить десяток кошек или делать себе ЭКО? А если он уйдет? Ну, хорошо, он уйдет, будет другой. То есть один троллейбус ушел, подойдет другой, да? Причем здесь троллейбус? Вот вы так говорите, как будто женщина в официальном браке, ее от нее муж не может уйти, она не может завести десяток кошек, или ей надо будет идти делать ЭКО, потому что муж от нее ушел, и она осталась одна. Это очень невротизированные какие-то такие... Вы со мной сейчас как с пациенткой пытаетесь, да? Нет, абсолютно. Я просто спрашиваю, почему такой стереотип? Вы феминистка? Нет. Я за патриархат в чистом виде. Мужчины главы семьи, и они должны всячески холить или лезть женщин. Никакого феминизма, вот этого вот давайте вместе шпала ложить с мужчинами, бегать на перегонки. Зачем? Ну, при патриархате вы знаете, как мужчина относится к женщине, и что он может себе позволить. А много тех к вам приходят, кого бьют? Приходят. И я тогда задаю вопрос. Что вы хотите? Ты видела, что брала или как? Нет, дело не в этом. Вот смотрите, если есть дети, это один разговор. Если детей в семье нет, это совершенно другой разговор. То есть если есть, то пускай продолжает? Нет, если есть, то в этой ситуации я спрашиваю, вы хотите, чтобы ваш ребенок перенял модель поведения вас или вашего мужа? То есть если это девочка, вы хотите, чтобы вашу девочку били? Если нет, то тогда надо каким-то образом эту ситуацию выруливать. Ваша позиция ясна. Максим. Да. Брачная статистика в России сегодня неутешительна. За 2018 год почти 600 тысяч разводов на 900 с лишним тысяч браков. Вам не кажется, что этот институт, он окончательно устарел, и нужно узаконить новые форматы? Например, гостевой брак, дружеский секс, многоженство, многомужество. Французы придумали вот фактированный брак. То есть мы с тобой, ну вы знаете, что это такое, да? Живем вместе, не расписано, но у нас есть скидка на коммуналку, парковку и прочее. Дело в том, что проблема нынешнего брака в том, что люди пытаются друг другом наслаждаться, исходят из материальных ценностей. Удовольствие это плохо? Наслаждаться в каком смысле? Наслаждаться эгоистично, в браке, друг другом. Я хочу подойти к этому вопросу. А вы как-то рационально подходите? Да, с точки зрения служения. Один супруг должен служить другому, так же, как родители служат своим дедям. А почему кто-то кому-то должен? В любви разве кто-то кому-то должен? Потому что это цель. У нас цель все-таки имеет... У вас у кого? У правозащитников? У общества. У нас семейный кодекс эти цели прописал в статье первой семейного кодекса, для чего он, собственно, весь этот институт и предусмотрен. Поэтому наше государство все-таки заинтересовано в здоровом социуме, адекватном, извините, не эгоистичном. И исходит как раз-таки из позиции служения друг к другу, не наслаждения. Поэтому секс и семья – это разные вещи. Вообще, в принципе, секс – это не основное. На чем должен строиться брак, если он на этом строится. Но, извините, самый вкусный торт вы поедите неделю, вторую, третью, но вам захочется другой. Поэтому... Это сейчас пример, что вы иллюстрировали? Секса в семье. Поэтому это может быть как часть семейной жизни. Ну, как капитиновый сок, да? Пьешь каждый день один, потом хочется томатный. Вот. Гурман. А из томатного лимона мы не получим. А как же семейные ценности? Поэтому надо себя настраивать, что не надо пить только сок, можно еще... А можно себя так настроить как-то? Да, конечно, поработать. Расскажите как-то. Вот две коллеги, они специалисты в области. Вы рекомендуете обратиться, да, если вдруг какие-то проблемы? Если человек не может сам найти выход из этих ситуаций, обязательно. Самый у нас распространенный психолог – это все-таки люди, имеющие к служению Богу. И всегда можно подойти. Потому что, вы понимаете, материальные проблемы, они... То есть у вас такое пользовательское отношение, правильно я понимаю? Ну, к супруге, видимо, или к партнеру вашему. Наоборот, оно более чем практичное и более чем... Практичное, да. Вы сами это сказали. Как вам сказать? Попробуйте. Да. Заботливое, что ли? То есть для меня семья – это в первую очередь ответственность. И то, что сказала вот Олеся, она говорит правильно, что женщина не должна конкурировать с мужчиной. Мужчина должен... Ну, мужчина – какая-то высшая миссия, верно? Не то, что высшая, у него своя. Мы разные, у нас разные данные. Вы задомостроили или нет? Что такое домострой? Олеся. Домострой – это тогда, когда все жестко, по правилам, и так, как сказала я, и никакого вообще, в принципе... Нет, нет, абсолютно. А ты готовь блины, да. Полное согласие. Более того, у нас на законодательном уровне везде прописано равенство супругов. Равенство супругов, причем в вопросах воспитания, в вопросах личной семейной жизни. И, кстати, вот вы говорите, штамп в паспорте. Это не просто штамп в паспорте. Дело в том, что это запрос в том числе и государства, потому что государство... А у вас равенство везде? Договариваетесь, когда вечером ложитесь спать? Ну, конечно. Да? Что будем делать? Я могу и тоже как-то выполнить... А у вас как-то прописано, можете сказать, тетрадка? Зачем? Нет? Это уже формализм, на это время не хватает еще прописывать, когда маленькие детки... Нужно успеть. Не до этого, а порисовать можно с ними, да, тетрадки. Понятно. Да. Ну, вы знаете, что многие идут в ЗАГС, как говорят, по залету. А потом живут вместе только ради детей. В итоге измены, скандалы и дети, как вы только что говорили, с изуродованной психикой. Может, после лучшей будет неполная семья, но зато спокойнее будет всем. Понимаете, в чем вопрос? Дело в том, что это их выбор, и это та платформа, на которой люди построили свою семью. Может, они несовместимы изначально. Мы разные, у нас разная психика, у нас разное поведение, мы по-разному воспринимаем нагрузки. Слушайте, но вот вы так обсуждаете, платформа строительства семьи, практически фундамент, бетон. А любовь где? Понимаете, нам поначалу дается страсть, чувство аванса. Мы можем сравнить с тем, как мы заводим автомобиль. У нас сначала идет пуск в стартер, а дальше работает уже двигатель внутреннего сгорания. Алексей, выпрямитесь, пожалуйста. Поэтому мы уже дальше должны работать с своим компаньоном, человеком, своей супругой. И я бы хотел, чтобы мы назвали брак не браком, а союзом. Ваша жена не говорит, что вы нудный? Ей со мной очень интересно. Иногда даже пересчур. А сколько вы в браке? Ну, уже прилично. Так настолько прилично, что нельзя озвучить? Воспользуюсь статьей 51-й Конституции Российской Федерации. Восправо. Вы хорошо знаете законы, да? Ну, вы специализируете. Не готовитесь к разводу? Я считаю, это глупое занятие, в принципе, потому что у людей может быть какой-то эмоциональный всплеск, а потом люди опять начинают все-таки восстановить отношения. У вас такие всплески и бывают? Как вы их гасите? Бывают эмоциональные, да. Надо немножечко людям, скажем так, увеличить расстояние, может чуть отстраниться. Можно побыть в ноутбуке. Кто-то может пивасиком как-то там закатиться, кто-то еще чего-то. Мне хватает ноутбука, извините, Comedy Club, если прорекламировал. Вот. Поэтому кто-то может почитать Святые Писания, либо мантры, молитвы в своей же религии. У мусульмании, вот вы приводили пример с традицией с двумя женами. Может, там как-то чуть попроще, что можно... Как вам понравился этот пример, судя по всему? Ну, он интересный, он, да. Но дело в том, что надо иметь уважение к этой традиции, и там не все так просто. Все-таки жены должны быть готовы к такой ситуации. То есть вы такие эмоциональные всплески усмиряете Comedy Club, я правильно поняла? И, скажем так, чем-то отвлекаться. Оставаться наедине, чуть поразмыслить, дать возможности утихнуть. Вот эти понятия... Природа в основном-то эгоистична, именно ложного эго у человека, что меня не так обслужили, мне не так вот что-то сделали. А много времени возле компьютера проводите? Ну, по работе много, а так времени не хватает. Понятно. Да. Спасибо. Владимир, вы любвиолог. Да. Вы учите людей семейной гармонии, насколько я понимаю, да? Но ведь сами вы 23 года сожительствуете женщины, которую даже не можете назвать своей женой. Так? Почему не могу? Могу. Ну, официально не можете. Вы просто сожительствующий партнер. Официально как? Вот при всех... Ну, как здесь? Нет, вот смотрите, что значит официально? Пришли друзья. Перед Богом. И перед государством. Я атеист. Будете переубеждать? Последствия попробуйте, да? Невозможно. Но мы подискуссируем еще. Вы понимаете, что если с вами вдруг, не дай бог, что-то случится, то на ваше имущество ваша сожительница, она не сможет претендовать? Все имущество на ней сейчас, поэтому... А, видите как? Ну, здесь не так. Здесь нужно же заранее побеспокоиться. О том, кому ты доверяешь свое имущество. Поэтому, что будет после смерти, так, конечно, это же государство заботится об этом. А как вы перестрахуетесь от того, что вдруг выгонят на улицу? Здесь как быть? Кто выгонит на улицу? Сожительница. Ну, пожалуйста. Куда вы пойдете? А что, некуда идти, что ли? Свободному человеку всегда есть куда пойти. То есть отсутствие штампа в паспорте для вас это свобода внутренняя, не знаю, какая еще? Ну, для меня, да. Объясните мне, почему вы... Просто для меня... Ну, понимаете, как это все началось же в 90-х годах, 23 года назад. Это что было за время? 90-е годы, да? Именно в это время... Тогда что, все двери ЗАГСа были закрыты или что? Тогда в это время, по статистике, люди перестали оформлять брак официально. Ну, то есть еще в 80-е годы наверняка это было... То есть вы просто были в тренде, получается? Ну, наверняка мне не нужно было это. И сейчас как бы не дошло до официального брака. Просто нет времени, наверное. Вы говорили, там, свадьба дорога. Может быть, можно потратить средства немножко в другом направлении. Как говорят же, что чем богаче свадьба, чем пышнее свадьба, тем быстрее развод. То есть, а гражданские браки... Ну, вы сэкономили, я понимаю. Может быть, сэкономили. Вы адепт свободных отношений, да? Что вы говорите? Я говорю, вы адепт свободных отношений. Ну, что значит свободных отношений? Если я живу со своей женой 23 года вместе, каких свободных? И вы учите тех людей, которые 23 года не живут вместе, чтобы они тоже прожили так же, как и вы, правильно? Нет, это выбор каждого человека. Сколько стоит у вас курс повышения квалификации, курс секса, я так понимаю, 12 тысяч рублей в месяц, так? Что 12 тысяч рублей? Это, наверное, какие-то у вас... Устаревшие? Сведения другие. Моя консультация стоит тысячу рублей. Всего лишь? Всего лишь, да. Вот чтобы научиться... Послушайте, а от чего она касается? Секса или нет все-таки? Творческой сексуальности я учу, да. Творческой? Творческой, да. Это как? Творческой, да. Творческой – это пользоваться этой энергией творческой. Как превращать энергию сексуальную в любовную энергию, в безусловную любовь. Вот церковь же этого не учит. Она говорит просто размножайтесь и все. Вы слышите? Так, плодитесь и размножайтесь, она говорит. А как это делать? У вас какой-то подручный материал есть, ну, творческий? Подручный материал? Ну, конечно, есть. Как вы только... Видимых лекций. Люди приходят в виде моих лекций. На практике это как? Просто люди записывают за вами в тетрадь или вы что-то показываете? Вы же спрашивали, сколько живет любовь. Три года, да? Через год... Это я не у вас спрашиваю. Нет, ну я понимаю, но вопрос такой звучал. То есть через год отношения, вот обычные биологические отношения, они начинают уже тормозить, да? Люди привыкают, не то чтобы надоедать. Вы ведете какую-то статистику или это из вашей практики? Спросите, вот коллег. Год всего? Они скажут вам. Через год становится скучно? Ну, я не знаю, откуда такие данные. Ну, я спрашиваю. Через год уже становится скучно. Они перестают на более зрелые, более интересные отношения. Но это если иметь... И Comedy Club не помогает, вы считаете? Comedy Club... Если скучно. Ну, в Comedy Club немножко по-другому. Там... Какие серии? Там же... Вот, вот. Что-что? Смотря какие... Серии смотрит. Серии, серии смотрит, какие смотрит, да. Вы можете взять свой теоретический минимум для будущих клиентов, кстати, как вариант. Я вижу, что вы как бы вот... По отношению ко мне немножко вопросы немножко другие, да? Так вы не рассказываете, как улучшить сексуальную жизнь? Почему же вы же этим занимаетесь? Так в чем вопрос? Конечно, рассказываю. Я обучаю людей делать упражнения всевозможные, да? То есть я показываю, как людей... А Джигурда вам конкурент? А Джигурда разве этим занимается? Не конкурент? Нет, конечно. Он тоже любвиолог, да. А вы себя позиционируете как единственный в мире, так? Любвиолог? Да. Но уже не единственный в мире, уже не единственный, да. А кто же? Есть, ну, из практиков, да. В Симферополе вы единственные в мире, да? Да, в Симферополе наверняка. А вы себя сами так назвали? Да. Сначала сам я себя так назвал, а потом уже, где-то с восьмого года я занимаюсь этой наукой, любвиологией. А в тринадцатом году она стала уже официальной, потому что есть такая философка Лесниченко, она... Вы практик, да? Ну, в этой области, да? Что считает ваша супруга, как она к этому относится вообще? Как она к этому относится? Ну, ей становится все лучше и лучше, потому что чем больше я занимаюсь, ну, нам жизнь становится комфортнее. Я и начал заниматься этой наукой из-за того, что были некие... Слушайте, у вас такой конкурент, человек единственный в мире, то есть он не просто, я так понимаю, учит, он показывает, как это... У нас эксклюзив. Эксклюзив, да. Понимаете, в чем дело? Враги? Это наши враги. Вы враг психологии. Да, наверное. Любвиология, враг психологии, да. Некоторые люди просто не вникают в понятие любовь. У вас неяркая сексуальная жизнь, все дело в этом. Ну как, они... Она мне удовлетворенная. Они принимают общие какие-то концепции, которые их устраивают, да. Я просто 11 лет назад решил разобраться в том, что есть такая любовь. А кто к вам приходит? Вот какие у людей проблемы? Кто приходит... Ну, супруги... Мужчин больше или все-таки женщины? Ну, супруги... Пара. Пары, да. Ух ты. Приходят пары в основном, у которых уже вот... Которые доходятся... У которых скучно, да. На грани разрыва, может быть, да. Или они хотят еще понять, что они могут испытывать, да. То есть в своих ощущениях. Как они могут дарить любовь? Способы. Ведь любовь это действие еще некое, да. То есть какие способы, как я еще могу подарить любовь? Как я могу еще любить своего партнера? И как он это может делать, да. То есть взаимно. Вот так. Какой вариант выхода, который работает чаще всего? Ну, это обучение неким технологиям, которым уже тоже очень... Как вы говорите, мужчина, вы сядьте так, женщина, вы сядьте и так. Вы хотите, чтобы мы здесь провели урок? Я хочу, чтобы вы объяснили. Слушайте, давайте, а чего? Да. Вы против? Сейчас, но... Вы просто так скрываете свою практику. Я понимаю, что тысячу рублей все-таки за сеанс нужно заплатить. Да, нет. Ну, вот как эта техника возвращает людей? Я могу дать первый урок. С чего все начинается? Мы начинаем смотреть друг другу в глаза. Давайте проведем... Есть у нас времени минут 5-10? Мы с вами друг другу посмотрим в глаза и посмотрим, чем это закончится. Вы готовы сейчас? Всего за 5 минут? За 5 минут. Достаточно 5 минут. За 10 минут можно влюбиться в человека. По технологии, которая... За 5 тут можно не только влюбиться, судя по всему. А за 10 можно влюбиться очень серьезно. Провели такие эксперименты на Западе, такие... Я уже влюбился. А моргать можно? Моргать можно. Плакать тоже можно. Смеяться лучше не смеяться. Вы бы лучше записались на эти курсы. Вы просто через некоторое время начнете ржать. Ну, если будете смирить, то уже ржете. Понимаете, в чем дело? Энергия у вас... То есть все дело в том, что в сексе нужно больше смеяться. Все дело в этом? Ну, в начале научиться в глаза смотреть своему партнеру и не скрываться. Ведь вот приходит... Первое упражнение приходят пары, которые прожили 15-20 лет вместе. Послушайте, вы сказали, что через год уже смешно. А тут 15-20 лет. Я их ставлю друг напротив друга. И предлагаю смотреть... Это расстановки. И предлагаю смотреть в глаза. Девушка... Да он 15-20 лет видел эти глаза. Девушка становится вот так. Да. Но потом он... Через некоторое время девушка приходит в такие состояния, которые он не видел еще. Свою партнершу в таком состоянии. Девушка ставит руки так, а мужчина стоит вот так. То есть я тебе не позволю ничего, а я тебе ничего не скажу. То есть там мужчина скрывает от своей девушки. Есть что скрывать, да. А девушка, в общем-то, не до конца раскрыта. Да, не до конца раскрыта ее чувственность. В общем, главное, я поняла, в паре наличие третьего любвиолога Владимира. Как вы относитесь вот к такому? Да, обо всем ни о чем, честно. Конечно. Сложно мне что-то прокомментировать здесь. Ведь любовь — это чувство высокое, благородное. Оно созревает. Это чувство жертвы, с точки зрения евангельского учения. Об этом прекрасно говорит апостол Павел в послании к Ефесиным. Если не говорит о жертвенности, как о главном качестве чувства любви, то никакого брака, в принципе, не может существовать. Все это иллюзия, имитация, и ни к чему хорошему это не приводит. Так человек упражнениями скрепляет семьи? Просто упражнениями? Не знаю, это все индивидуально. Отец Владимир, вот скажите, сейчас венчание, насколько я знаю, возвращается в моду, если так можно сказать. Красивый ритуал притягивает людей довольно далеких от церкви. Это такой метод сделать свадьбу разнообразнее и романтичнее. При этом лишь единицы соблюдают церковный закон. Почему священники венчают всех подряд? Это что? К большому сожалению, это очень большая проблема в нашей церковно-прихазской жизни. Но мы, как священники православные, следуем словам Христа Спасителя. Он говорит, идите, научите народы, а потом крестите, или же, как мы говорим, совершайте прочие священодействия. Поэтому первым, главным и первичным для нас является обучение, основам жизни, семьи и брака. Священник, который без предварительной подготовки совершает... Этому можно научить в диалоге, я правильно понимаю? Да, для этого существует специальная школа, несколько встреч, как минимум, где в диалоге мы ведем такую беседу, где отвечаем на вопросы. То есть подготовка, да, нужна для вас? Безусловно, подготовка. Если священник совершает это без подготовки, он совершает каноническое нарушение. А если священник видит, что вот у конкретной этой пары, у них, ну, никак, нельзя им? Я бы не венчал. Отвечу только за себя. А как, можно отказать? Можно. Когда совершается чина-последование, даже в процессе таинственного венчания задаются такие вопросы, да, согласен ли ты взять эту жену с полной ответственностью? Этот вопрос неформально звучит. Хотя многие, может, и воспринимают его формально. Но если человек дает свое несогласие, священник вправе, с точки зрения канонических правил, остановить таинственные венчания. Почему, на ваш взгляд, все-таки сожительство выбирает больше людей, чем официальный брак? Одним словом, безответственность. А моральность? Боязнь нести ответственность. И создается свобода, как бы иллюзия такой свободы, что мы поживем, притремся. Но за этим идут огромные последствия, разрушительные. И до тех пор, пока это будет... Слушайте, но в других религиях тоже, как мы знаем, много жен, много мужей, но они не формируют позицию, что это плохо. Почему так относитесь к этому вы? Дело в том, что это не мнение священника или какого-то ирана церкви. Я понимаю, что... Это мнение евангельского благовестия. Так Господь учил, так в своих проповедях писал нам апостол Павел. Это для нас цены. И вообще, когда мы говорим о традиционных наших семейных ценностях, мы говорим, что это базисная ценность. А что все это? Все эти ценности, что это? Они не абсолютные. Если они не изменяются, ценность не абсолютная. Если ценность базисная, на ней строится, как на фундаменте... То же, как платформа вы рассуждаете сейчас. ...крепкая благополучная жизнь, безусловно. Если ценность изменяется, это не ценность. Это кодекс строителя коммунизма. Возможно. Говорят, что церковные браки, они совершаются где? На небесах. Все верно. И венчаные пары, они будут вместе даже после смерти. А скажите, пожалуйста, вот с точки зрения церкви, с кем Пугачева встретится на небесах? С Киркоровым или с Галкиным? Этот вопрос задавали Христу Спасителю. Те люди, которые не верили в воскресение Христово. И Господь ответил, что на небе в Царстве Божьем не женятся, замуж не выходят, но пребывают как ангелы Божьи на небесах. То есть это тайна, и ответить мы не можем с точки зрения ограниченности нашей земной жизни. Сколько семейных пар обращались лично к вам, чтобы вы их развенчали? Чин развенчивания – это народное понимание. Такого чина просто не существует. Но люди приходят, не понимая этого. Есть тайство покаяния, да, и тот, кто согрешил в разрушении этого брака. Это часто происходит? Раз в месяц стабильно. Вот видите как. Да, бывает так. Алексей, вы так как-то поддержали эту тему, да? Да, конечно. А скажите, молот – это псевдоним или фамилия? Фамилия. Это помогает вам в спорте? Ну, когда как. Ну, не о спорте сейчас. Когда вы решили стать холостяком? Вы же были диджейн, да, тогда? Или когда торговали кофе? Да, да, уже давно. После первого брака у меня был брак. А, вы все-таки… Был, да. Вы там были, да. Марш Медсона вам не чушь. Никому не советую. Во-первых, брак не дает гарантии тому, что женщина возьмет ребенка и уйдет из семьи сама. Возьмет, сама уйдет. Брак же не гарантирует это? Ну, как мы выяснили, нет. Никакое кольцо не гарантирует. Брак не гарантирует, что мужчина останется… Вы настолько все просчитываете наперед всю жизнь? Ну, пытаюсь. А почему вы сразу в минус, а не в плюс уходите? Ну, продайте мне брак. Вы можете мне продать брак? Я вам ничего не могу продать, нет. Возможно, в третьем раунде кто-то из этих людей сможет это сделать. Нет, они не продадут мне. А как брак можно продать? В брак нет секса. Продать можно ручку, эти часы, вашу якорную цепь наше. Ну, хорошо. Это вы сейчас начинаете на личности переводить. Я просто говорю, что брак не дает гарантии того, что семья останется на протяжении долгого времени единым целым. А не брак дает? Там каршеринговые отношения уже немножко другая цель. Там человек должен жить, как он хочет. Вот я живу, как я хочу. Я живу, развиваюсь сам, вкладываю в себя все свои инвестиции. Это не только деньги, это время, навыки, умения и все остальное. То есть я считаю, что мужчина должен прежде всего вкладывать… Любить себя, да? И вкладывать в себя. В нарцисс? Тогда у него все будет. В нарцисс? Нет. Нет? Когда он будет вкладывать в себя, когда он будет развиваться. Сколько вы уже лет в себя только вкладываете? Наверное, 8. Вам не скучно? Нет. Вы сам собой? Мне 45 лет, я хорошо выгляжу. Вам сколько? 45. 45 лет? Я хорошо выгляжу, я побывал практически во всех местах мира, мне хорошо. Извините, а как вы свои сексуальные проблемы решаете? Как вы с женщинами контактируете? Или вы только сам? Зажидал, конечно, такой вопрос. Женщина всегда может приходить и уходить. На то я мужчина, чтобы я выбирал. Не хочет. То есть у меня есть зона комфорта, в которой не должно быть помех никаких. Женщина, дети – это помехи. Если они мне нарушают эту зону комфорта, то они собирают вещи и идут… Ну, я не знаю. Ветер в парус, да. Может быть, так. Это блуд? Здесь настолько все индивидуально, что буквально… Ну, в данном случае, конечно, у каждого из нас все индивидуально. Да. А здесь что скажете? Это нужно индивидуально говорить с человеком. Публично они будут такие вещи звучать. Дело в том, что в церкви очень много тоже есть погрешностей. Вы верите в Бога? Да, я пытаюсь в Нему верить. Но дело в том, что когда я вижу, что Святой Отец венчает… Это при мне было. И развенчивает женщину, у которой уже есть дети от предыдущего брака, я считаю, это прелюбодействие. Но разве не так? Значит, вступать во второй брак с благословением епископа области имеет только та сторона, которая невиновна в расторжении первого брака. Это канонические правила церкви. Ну, как это доказать? Это невозможно доказать. Кто виновен, кто невиновен. Есть прописанные вещи. Скажите, а быть с кем-то, может быть, это просто все-таки накладно, выгоднее содержать только себя, исходя из вашей логики? У мужчины, вот как я, да? Ну да, как вы. У меня есть мечта, да, допустим. Каждый год у меня мечта какая-то. Каждый год. И я ее исполняю. У вас такой плакат, и там… Нет, там в голове все. Визуализируйте. Допустим, я поехал в Париж. А какую в этом году мечту вы уже реализовали или еще нет? Я был в Париже. Париж. Да. Эльферова башня. Конечно. А в прошлом? В Берлине был. Дело не в этом. Просто если бы у меня была жена и ребенок, я бы дальше Алушта не поехал. Вот и все. А одному не было скучно? Прекрасно. Знание английского языка и… А вас… Коммуникальность. Вас когда-то просто обидели женщины, да? Нет, вы что. Это, кстати, вот это женские манипуляции. Вас обидели, вам никто не дает. Это уже ваша формулировка? Нет, это мы просто… Как бы вы… Ну это такие женщины. Это манипуляции. Вы с помощью манипуляции сейчас меня заставляете, ну, чтобы я там как-то ошибался в своих мыслях. Нет, такого не будет. Я никогда не поддамся на манипуляции женщины. Лезть и ты не женишься, я не сделаю так. Или там… Вы же развиваетесь, эту тему я вижу. Итак, время второго раунда истекло. Теперь слово судям. Итак, что можете сказать о выступлении наших сторон в втором раунде? Мне понравилась сторона, которая против официального брака. В принципе, доводы очень хорошие. Я сам считаю, что много манипуляций с помощью брака происходит. Как с женской, так и с мужской стороны. И, ну, какая-то ответственность – это тоже своего рода манипуляция. Если человек ответственен, то он ответственен всегда. С подписью, со штампом или без. Это как бы, ну, как само собой. Вот. Спасибо, спасибо. Скажите, что думаете по поводу выступления, к примеру, сторонников официального брака? Я тоже сейчас придерживаюсь стороны, которая против брака. Почему? В свободном плавании. Ну, есть какая-то интрига, наверное. Хоть я сама в законном браке сейчас. Я четыре года со своим настоящим мужем, мы жили в гражданском браке. То есть ему пора переживать? Вы уже хотите на ту сторону? Я вот поддерживаю сторону, которая против этого, за гражданский брак. Спасибо. Алексей, а кто вам в старости поднесет стакан воды? Или вам все равно на это? Ну, значит так, дети, ученые почитали, обходятся первые 18 лет жизни, 250 тысяч евро. Это проверенные данные, пожалуйста. Если у вас есть желание иметь детей, сначала подумайте, как вы будете их воспитывать и развивать. Если у вас есть такие деньги, у меня таких денег нет. То есть вы все измеряете деньгами. Хорошо, мы вас поняли. Владимир, но вот вы на весь Крым признались, что не любите свою жену? Ведь брак живет. Любовь, она существует три года? Я не признавался, что я ее не люблю. Я любил, а как я не могу ее любить? Я люблю свою жену. Вы утверждаете, что любовь живет три года? Ну, биологическая любовь живет три года, а творческая всю жизнь. И возможно, вот как. И на небеса переходит. Творчество даже не зарегистрированное. Она может переходить на небеса, ну, на свои небеса. Так что я люблю свою жену. И чем дольше у нас отношения, тем крепче любовь. Это как выдержанный коньяк такой становится. Творческая. Мы поняли. Олеся, ну вот все проблемы родом из детства. Вы, наверное, это как психолог знаете. А ваши родители, скорее всего, были несчастливыми в браке? Мои родители были очень счастливы в браке. Они прожили в законном браке, зарегистрированном, больше 36 лет. И, к сожалению, мамы нет. И мой отец сдавец, и он до сих пор хранит верность своей жизни. Спасибо. Отец Владимир, скажите, молодежь сейчас очень прагматичная. Вам не кажется, что уже все-таки институт венчания отмирает, и с каждым годом меньше придут туда эти люди? Могу свидетельствовать я в другой тенденции, что наоборот, таинство венчания приобретает некую популярность. Но я не хотел бы, чтобы этот обряд был просто как некая красивая часть церемонии или обряда. В данном случае, если так будет происходить, это будет профанас. Поэтому мы должны качественно готовить, чтобы с волей изъявлением и твердой верой мы обращались к Богу для того, чтобы получить Божие благословение на счастливую и благополучную жизнь. Спасибо. Скажите, Максим, вы все-таки такой прагматик. Мы заметили, что вы ко всему относитесь очень точно. А любовь, как она выглядит вот в браке у вас? Любовь – это энергия Бога. Как это поконкретнее описать? Любовь – это забота, это нежность, это внимание. Вы не захотели к любвиологу на прием? Нет. Почему? Потому что все его методики направлены на чувственное наслаждение людей. А это не первоочередной момент и не базисно абсолютно в отношениях. И на этом долго брак не проживет. Потому что так можно получать, в принципе, чисто биологически от любого предмета. Может, там манекены есть у него какие-нибудь, я ж не знаю, там, за это не платил. Разберемся обязательно. Ольга, скажите, вот, к примеру, один из ваших оппонентов относится к браку как к отжившей такой вещи из-за того, что детей дорого содержать, нужно все в себя вкладывать. Вы бы могли дать какой-то предварительный диагноз такого отношения? Да, вы совершенно правы, здесь можно уже ставить диагноз, потому что человек, ну, я так думаю, что мы понимаем, о кого ему идет речь, живет совершенно примитивными удовольствиями, совершенно примитивными. Потому что помимо секса, это одна из таких, ну, вещей, которая очень быстро, собственно, удовлетворяется. И человек, только потому что это человек, он уже жаждет совершенно других тонких удовольствий. Например, как творчество, та же ответственность. Здесь все говорят про какую-то ответственность, как будто это какая-то кара. Вообще-то это большое удовольствие, ответственность. Поэтому, ну, не то чтобы диагноз, но это очень сомнительное психическое здоровье такой позиции. Спасибо. Итак, по итогам второго раунда, общим решением судей, победа отдается команде сторонников отношений без штампа в паспорте. Таким образом, по итогам двух раундов, счет 2-1 в пользу команды в синем углу. Третий раунд. Полный контакт. Правила третьего раунда просты. Каждый из участников обеих команд должен задать вопрос оппоненту в другом углу ринга. Вы вправе обращаться как к конкретным людям, так и к команде соперников в целом. Пограничения по времени ответа нет. Остановить схватку могу только я и судья. Итак, начинайте вы. Поехали. У меня два вопроса и к юристу, и к батюшке. С кого можно начать? Давайте с первого, а потом определимся. Ну, давайте с батюшки. Он более просится. Две тысячи лет вы уже заключаете браки, но до настоящее время только лишь 50% людей по статистике… В чем вопрос? Сколько еще лет нужно человечеству, сколько еще вам нужно лет для того, чтобы мы жили в более гармоничном обществе? Это вопрос к состоянию сердца. Если человек принимает таинство брака или венчания исключительно из каких-то внешних форм и какого-то обряда, это называется профанасом, потому что человек не верит, и таинство — это не какой-то магический ритуал, который поможет человеку достигнуть счастья и благополучия. Поэтому для нас важно понимать следующее. Любовь в санскрите переводится как ответственность. И поэтому, если человек несет в себе ответственность, если это чувство жертвенное, если еще вдобавок человек призывает Божие благословения, тогда на таком крепком фундаменте брака будет счастье и благополучие в семье. По-моему, на санскрите вообще слова «любовь» нет. Там его можно по-разному трактовать. Нет, я не знаю статистику, но сколько людей вообще, допустим, если взять Россию, сколько людей в процентном отношении заключает именно брак в церкви? Такой статистике, к сожалению, я не могу назвать. Ну, я думаю, что это очень маленький процесс. Это очень маленький процесс. Брак в небесах, уже было сказано. Брак там, в небесах. Ну да. Потому что русская православная церковь, она необъятна. Сложно почитать, сколько венчается. Мы знаем статистику, такую тенденцию. А вы считаете, что любвиолог – безответственный человек? Нужно лично общаться продолжительное время, чтобы так определить. Ну, это больше 50% населения или меньше 50% населения? Как вы считаете? Вы все к цифрам. Ну, конечно. А как же? Нужно же знать… Вы же за творчество, за яркость. Ну, конечно, да, за творчество. Но нужно же знать… Любвиология – это очень точная наука. Любовь – это очень точное чувство. Ну, любвиология, я так понимаю, любит цифры все-таки. Мы не умеем… Нет, она точная наука. Почему? Потому что мы не умеем любить, потому что у каждого человека свое определение любви. А вы какой-то любвиологический прогноз составляете вашим клиентам? Как прогноз? Нет, ну я же не астролог. Я просто показываю, что бывает между мужчиной… Не знаю, как диету расписывают по дням, так можно еще… У вас еще был вопрос? Давайте сейчас вы зададите свой вопрос все-таки. Хорошо. Есть совершенно объективные вещи, когда мы начинаем уравновешивать гражданский брак и сожительство. Мы говорим с точки зрения терминологии, об этом юрист, я думаю, что обязательно подчеркнем, что это брак, который официально зарегистрирован. Гражданский официально, да. Все думают, что гражданский… Сам по себе брак – это богом учрежденный институт еще до грехопадения в раю. Сожительство – это блуд. Мы определили. Так вот, вам не кажется, что подобное уравновешение ведет, первое, к беззаконию, второе, к безответственности, к инфантильности, как мы уже говорили, к блуду, к фаналии и прочим-прочим безобразиям, которые подрывают основы брака и ведут полную декорацию? К разложению в обществе. Я могу сказать, да? Вопрос к команде. А, к команде. Ну, я вообще против слова «брак». Но самое лучшее, что… А вы за какое слово? Союз, может быть, союз между мужчиной и женщиной, да, но не брак. Ну, мы не говорим о неликвиде, да, то есть английском слове, а слово «брать» – брать на руки и нести, да, но уже никто никого не берет. Все-таки, когда кто-то кого-то берет, то он не несет. На вопрос отечеется. Можно я? Да, пожалуйста. Смотрите, в этой ситуации, как ни странно, мы все говорим об одном и том же, что в любом союзе, я думаю, что противоположная команда с этим согласится, должна быть любовь, уважение, преданность и забота о своем партнере. Другой вопрос, что, ну вот как для меня, честно, я не вижу смысла идти в органы государственные и регистрировать брак. Вы против Мендельсона, я поняла. Да. И колечек. Колечки я люблю, поэтому мне их можно дарить, но не для того, чтобы… Не обручальная бриллиантность. Да. Вот. Я думаю, что вот, например, юрист, он, если я где-то немножко ошибаюсь, он меня поправит. Если партнеры сожительствуют в течение пяти лет, то… Это тот законопроект, который сейчас… Это то, что осталось в Украине. А, это осталось в Украине, да? Да, в России не существует. Но в Российской Федерации я тоже слышала о том, что они сейчас обсуждают этот законопроект, что если люди сожительствуют вместе, имеют общее хозяйство… Пять лет. Пять лет, то их законодательство… В случае чего они придут, вы придете к нему, и все-таки, да. Если есть дети, то два года, да. Да, если их считают… А сейчас просто нужно как-то скриншоты собирать, чтобы вместе что-то купили, потратили, и все, если… Это говорит про доверие. Вы вот здесь… Вы занимаетесь блудом, вы поняли, да? Да, ради бога, господи. А что плохого в блуде? Это же гулять просто… Слово некрасивое очень. А почему некрасивое? Блудить, заблудиться в лесу, что здесь плохого? Женщина ввечает, женщина, которая была в блуде. Сбиться с пути и гулять, наслаждаться лесом, а не идти по какой-то проторенной дороге. Я возвращаюсь к вопросу, связанному с тем, что… Попробуйте сегодня вечерком. Есть… Что, комедий-клуб советую тебе вечерком? Заблудиться в лесу. В лесу? А. Ну, не обязательно по дорожке идти. Вы сначала лес найдите у нас, а потом заблудитесь. У меня он вышел, и, пожалуйста, лес. Когда копилку творческих идей? Да. Вопрос в том, что психологи говорят, и вы уже говорили про искалеченные детские судьбы, мы когда… Ну, как никто другой должен об этом знать, как психолог. Тогда, когда мы проводим наши исследования в рамках научных изысканий наших студентов, всегда задаем вопрос. То есть у нас есть такая немножко терминология, у нас есть понятие полная семья и неполная семья, да? Вы пугаете студентов, я так поняла, еще… Нет, мы не пугаем, мы спрашиваем. Если полная семья полностью дисфункциональна, то есть там один родитель подвержен каким-то зависимостям, или… Это как? Один гуляет, другой пьет? Что это значит? Ну, нет, дисфункциональный один хороший, надежный, социально ответственный человек, а второй, например, находится в зависимости. Алкогольная, наркотическая, любая. Ну, тут я и говорю, да. Что лучше для ребенка? Одна мама, которая ему при… Вы у меня сейчас спрашиваете, или оппонента? Ну, оппонента. Итак, что лучше? Это ваш уже вопрос. Да, что лучше? Быть… Слушай, ну, человек в вашей команде, он вообще не хочет иметь детей. У него спросите, Алексей, в чем дело? А можно я вообще отделюсь, потому что здесь… Ради бога, вот мы все. Ну, вот у меня есть угол, я могу вот туда вот так… Прекрасно. Спасибо большое. Вы потеряли одного из членов своей команды, да. А я не к ним, я вот отдельно. Страшно. Но вы еще не определились, как у меня были красивые. Нет, почему? Я определилась. Я за отношения, в котором всем будет хорошо, и не обязательно ставить штамп. Но я вот как бы совсем не поддерживаю Алексея в этой ситуации и традиции, потому что у меня очень много вопросов. Это женский такой… Конечно. Это матриархат, это однозначно. Конечно, да. Вы хотите с помощью своих каких-то условий мужчину поставить на него? Да я же у меня много условий не поставила. А вы считаете, что диагноз Алексея, он поддается лечению и корректировке? Зачем? Ему же хорошо. Мы же не лечим. Но смотрите, мы, психологи, вообще не лечат. Психологи помогают жить хорошо и комфортно. А если Алексею хорошо и комфортно, то хорошо. Ему. А если женщина… Ну хорошо, нет женщин, нет проблем. Есть штанга, она… Не всегда подъемная, но молчаливая. А если женщины от него уходят, ему с этим хорошо. Хорошо, а женщины молодцы ушли. Вы задавали свой вопрос или не отвечали? Что очередь сейчас? Да что ж такое? Они отвечали только что. Хорошо, давайте. Это вопрос нам, да. Мы в силу своей воспитанности как-то ждем, пока нам дадут права вопроса. Итак, мой вопрос, можно? Вы тоже, да. У меня вопрос, конечно, к Владимиру. Владимир, скажите, пожалуйста, вы только против официального брака или вы, в принципе, против официальной науки в том числе? Как вы вообще относитесь к официальной науке, если у вас образование высшее, потому что вы апеллируете якобы терминами, называете наукой то, что наукой не является. Поэтому мне бы хотелось вот это вот мнение. Это протест такой всеобщий вот общественным... Или ваш личный, одиночный пикет. Ну, протеста как такового нет. А что называется или не называется наукой? Некоторые вообще психологию не называют наукой, да? То есть точной дисциплины. У вас нет как науки. Это точно не физика, да? Мы можем посчитать. Доказательной базы. Есть. У нас есть методы. Многие ученые психологию не считают наукой. У вас есть ваше образование? У меня три незаконченных ваше. Любовь. Да. Что еще? Что еще? Я получу за свой ответ. Да. Комментарий излишне. Любовь — это болезнь? Честно. Да. Всем троим. Как интересно. Разрешите, да? Команда растерялась. Итак. Светление священного писания. Любовь — это проявление божества. Ибо в писании сказано, что Бог есть любовь. Хотелось бы обратиться еще к санскриту. Оно существует. Называется пхакти или бхакти. Это любовь. И это все-таки энергия, которая до нас выше. И если мы уже так глубоко копнули, то все-таки за нашим физическим телом тоже что-то существует. И это даже доказывают сейчас и медики, и ученые. И народ к этому потихонечку приходит. И я позволю себе. Невротическая любовь — это болезнь. Настоящая любовь — это не болезнь. Это здоровье. И гарантия здоровья. В бхакти еще очень много значений есть. То есть санскрит, одно санскритское слово можно... Вы с наукой не дружите. Вы получили ответ на свой вопрос? Мы это знаем. Нет, медицинская ассоциация — это болезнь. Даже есть номер. Приравниться к алкоголизму и игрозависимости. Это зависимость. Зависимость, я же говорил. Подождите. Но она как болезнь. Подождите. Стоп. Давайте мы разведем понятие. Как душевное расстройство. Нет. Подождите. Ваш профиль. Минуточку. Давайте разводить понятие. Переживание чего-либо высокого, хорошего. Это болезнь или нет? Нет. Подождите. Я же говорю понятие. Вот любовь есть любовь, а есть любовная зависимость. Вот любовная зависимость, как Ольга говорит, невротическая зависимость. Человек становится неадекватным. Вы понимаете? Вот это болезнь. А здоровая любовь — это здоровье. А чем отличается влюбленность от любви? Психологам вопрос. Ну да. Это вопрос ко мне или член вашей команды? Психологам. Психологам. У нас отдельная команда получилась. Психологам. Ну, вы знаете, я попробую себе ответить. Влюбленность — это то состояние, о котором мы сегодня говорили. Это некоторый импульс, чаще для молодых людей, из которого пойдут потом все очень тонко дифференцированные другие. Импульсы, понятно. Вы еще не задавали свой вопрос? Нет. Алексею хотите? Да, давайте, Алексею. Давайте. Скажите, пожалуйста, как вы видите развитие общества без института семьи? Хороший вопрос. Если есть у вас желание, мечта создать семью... Полететь в Париж? Это ваше право. Вы можете это делать. На свете 7 миллиардов, сейчас даже больше. 7, я смотрел, 7600, что ли. Ну, очень много людей. Так что людей хватит, переживайте. Нас очень много. Вы оцениваете людей как что? Люди, они должны жить своей жизнью. Должны развиваться сами. Вот я развиваюсь сам, я счастлив. А что вы оставите после себя? Штангу? Рекорды? Как сказали... Фото на фоне башни? Нет, стакан воды слишком дорого мне будет обходиться, если я сейчас... Но вы откладываете нас у сработника? Почему нет? Молодая, ну, примерно как вы, может, даже моложе, с большими формами будет за мной ухаживать. Если я буду иметь деньги. Если я денег не буду... Вы копите все это время? Конечно, у меня есть подушка, не переживайте. Все есть. Вы за меня переживаете, у меня есть деньги, у меня все хорошо. Я один не останусь, поверьте. Ну, это вы себя убеждаете. У меня еще вопрос к листу. Да, у вас же четвертый вопрос. Ну, ладно. Итак, время третьего раунда истекло. Мы ждем окончательного решения судей. У вас буквально 10 секунд. Антон, вы так и продолжите поддерживать команду в синем углу. Она же развалилась к концу нашей программы. Это не важно. Люди свободны, и они принимают решения по своему опыту, по своему мышлению. Мы не должны ходить с троем. Мы индивидуальности, и это прекрасно. Я считаю, что все хорошо. Хорошо, спасибо. Скажите, кто сегодня все-таки был сильнее? Ваше мнение изменилось за нашу программу? Сильнее оказались вот эти двое мужчин, которые отстаивают гражданский брак. Я люблю мужчин, и я их поддерживаю. Прекрасно. Спасибо. Итак, судьи сделали свой выбор. И сейчас мы узнаем, чем же закончилась эта словесная схватка. В этом поединке объявляется ничья со счетом 2-2. Это было ток-шоу «Жестко». Мы надеемся, что каждая сторона изучит уроки из сегодняшней словесной битвы. Мы уверены, что в споре рождается истина. Меня зовут Елена Емельянова. Увидимся в эфире первого «Крымской» в «Всёбле жестко». Субтитры создавал DimaTorzok